Валерий Константинович, прошу вас написать ваше мнение о следующем, пожалуйста. Посадила саженцы, я бы не сливу сувенир Востока от Сергея Валерьевича 20 октября. Хабаровск. Зимой ветра сильные и очень активное солнце. Считается самым активным в стране. Это Хабаровск-то? Там должны быть тучи рядом, уже океан не замерзающий. Надо ли укрыть саженцы? Например, так. А дальше, я на принципе, пишу, уже готова инструкция. Пригнуть саженцы с 45 градусов, заметьте, они не спрашивают. С помощью колышков земли и верёгки пригнуть 45 градусов, накрыть плёнкой. Края плёнка засыпать землёй, а от солнца сверху на плёнку накидать траву. А потом, если солнце пройдёт через эту вашу траву, то если оно зимой проснётся. Не нравится. Дальше. А может, бить колышки и сверху надеть мешок из-под сахара белый? Переживаю просто. Посадка поздняя. А земля уже начала промораживаться. С уважением Ирины Юрьевны. Дело в том, что я пока не стою возле саженца. Я не знаю сам, что делать. Способов несколько. Давайте я просто взял, собрал фотографию для очередной статьи. Вот они. Внимание. Это Чернобаев. Фильм кто-то видел? Все вряд ли. Но кто-то видел. Вот. Мы стоим. Прошу прощения. Что там вдруг? Должен был дозвонить. Полосьмого. Так. Ну ладно. Проехали. Итак. Вы видите персик. Я называю полукранная форма. Там внизу основание штамбы. Вот такое вот. Он уже спиливал. Уже гибли ветки. А одна, допустим, выжившая вверх пошла. А когда он спилил часть, у него ветки огромное количество. Пошли вот так. Это то, чего терпеть не может та самая нива. Вот. Прорежать и говорить. А он их не прорежал. У него был хороший урожай персиков в прошлом году. Он сделал снова так же. Он их все пригнул. Назовем это нижний ярус. Полукранная форма. И засыпал вот этим тяжелыми ветками. Так. Все. Теперь дальше. Остальное растет на удачу. Ну пока, слава богу. Я еще в фильме спросил. Я говорю. Лень, а этот персик тот самый что ли первый? Тот самый, что с моего сада саженец привитый переехал. Сколько он с тех пор дал плодов. Он еще в фильме говорил. Вы видел же, мол, эти самые, те прежние годы, какие урожаи были. Сколько он дал плодов. Но последние годы он стал страховаться. Видите как? Здорово придумал. Вот это один способ. Я не говорю конкретно. Вот берите Ирина Юрьевна, делайте так. Я просто раскрываю всю механику. Можно так. Дальше. Вот это наш друг, к сожалению. Царшего Небесного уже с нами его нет. Вот это Латинков Юрий Алексеевич. Вот просто смотрите и мотайте на уши. Вот это моя работа. Советский алюминиевый завод. Здесь на табло каждый год 40, 45, 47. Каждый год. Почему? Это степь десятки километров от Саиногорска. Город ее не греет. Это степь Галимая. А рядом толбо. Справа сразу вот тут табло. На котором погоду показывают 360 бедников в году. Круглые сутки. А это мои груши культурные. Вот. Я их посадил так, что здесь никогда... Я не проверял градусы. Я и так догадался. Здесь достаточно снега. Но не смертельно. Груши тоже снега боятся. То есть могут соприть. Достаточно снега. Но это голая степь. Там снег с трудом держится. Вот. И тепло идет. Ну назовем это тот самый мой любимый. Тепловая подушка. Тепло идет от дома, который... Сами знаете, зимой это здание, это завод управления греется. Вот скажете, болтон. Ну-ка смотрим. О! Пришло лето. Урожай гарантированно. Не даже не сомневайтесь в этом. Вот этот способ. Чем плохо? С южной стороны прижмите к теплому дому. Вот. И вы считаете, что мы переехали на 500 км. В Севернее. Дальше смотрим. Вот эту фотографию мне прислали. Это поход с уроком. Хорошо поработал, видимо, экскаватор. Получилось почегоры. В южной стороне посажены были абрикосы. Так нет. Это переделка практически целого ландшафта. Вот. Это я соседям садил. Так. Специально так не делал. Это у меня было еще... Это было давно-давно-давно-давно. И это были опорты алматинские. И эти опорты алматинские отказались лезть вверх. Они сами изогнулись. Я ничего не делал. Так. Они приняли вот такую форму. Вот. И естественно, что я к ним не подходил много лет. Хороший пример. Не специально резать, чтобы изогнуть, брать эти самые... Помните, там колышки, натяжку. Я сам принял такую форму. Вот это моя работа. Это мой забор. Вот. Еще одна тепловая подушка. Я специально взял... Персик растет вверх. И вылазит за забор. А там северный ветер. Тогда я взял одну ветку. Нагнул. То, что вот здесь прошли волчки. Извините. Я не виноват. Стоит ветку нагнуть, волчки пойдут. Обязательно. Гнутье. Глупость несусветная. Когда-нибудь согнуться под урожаем. Никуда не денутся. Все эти приемы искусственные. Выдуманные. Дурные. Глупые. И часто еще и смертельные. Вот. Особенно, когда вмешиваешься в работу дерева. И это моя фотография. Просто удачный снимок получился. У нас редкостей бывает. Владимир Николаевич. Как навалил. Думаю, сделаю я фотографию. Вот это тоже моя фотография. Значит, я взял накануне. Мне нужно было учебный снимок. Здесь рядом растет дерево. А одна ветка наклонилась. А я взял, придавил. Вот этим, как называется. Поленом придавил. Пришла весна. Я полену убрал. Ветка чуть поднялась. И зацвела. Есть еще и фотографии. Но я фотографии подбирал по принципу из тысяч. Трудно все выбрать. Но согласен, что это тоже неплохой способ. Вот. Хрусталев Валера. Мой друг из еврейской автономной области. Он мой персик. Наверное, в виде черенка брал. Может быть, косточки. А, скорее всего, черенок. Взял, привил и выросл под снегом. Персики есть и есть. Все остальное не имеет значения. Еще. Очень важный момент. Где бы вы ни садили. Как бы вы ни садили. Хоть в Хабаровске, сколько бы ни было, солнце и радиация. Пожалуйста, не заращивай, не калечивай полествольный круг. Здесь три этих самых линии обороны. Первая. Просто подобрал подходящий фотографий своего сада. Почему она вот такая вот? А, если она дураком был. Но, по крайней мере, калеча штаб, видите, я, Желина, вот, был дураком. Вот. Прошу считать явку с повинной. Вот эти слова. Но зато я уже тогда ничего не перекапал. У меня не было времени. Дурю мается. И тогда я с тех пор думаю, сам себя оправдую. Значит, дерн первой линии обороны. От мороза. Теперь. Листва упавшие. Вторая линия обороны. И, наконец, снег. Третья линия обороны. Вот. А нам все это самое. Все то да потому. Уничтожайте все это. Уничтожайте. Вот. Еще снимок я сделал у одного из своих друзей. Не помню у кого. Тоже вот так он укрывал. Именно персики. Этот персик укрыл Сергей Железов. Один год мы укрывали. Я всегда гордился не укрываем. Мы укрыли два или три. На одной фотографии один, на другой другой. Так. Потом пришла весна. И как раз зима была где-то 36,8. Всего лишь. Погода 40 не было. Короче, неукрытые персики выглядели лучше. Чем вот эти два, которые потом размотали весной. Они живы были все одно. Они такие бледные ветерины. Какой-то полудохлый. И до сих пор мы не укрываем. Даже когда подмерзает. Вот это я недавно снимал его. Прошло себе. Кто-то вопрос задал. Я быстренько первую же коробку взял. Вот так вот взял. Воткнул и сказал. Дальше снегом накрой. Вот и все. Это кому-то я высылал в качестве совета. Вот эту фотографию. Эта фотография у меня есть диск номер 5. Ко мне приезжали 4 или 5 через Кировской области. Вот. Есть диск номер 5. Это моя лекция получилась. Раз. Саживаться накупили. Два. Привези в Кировскую область. И вот так укрыли. Все-таки место дикое. А мышей боялись. Далее что-то мы не знаем. Но предлагаю как учебный снимок. Это мой сын Артем. Вот это я привожу пример. Как кустовидные формы. Никогда. Тем более что еще. Видите как. Я когда садил этот саженец. Это пересаженный. Он тут не рос. Видите как я сильнейшую обрезку сделал. Видели да. Но. Пришла весна. И вот эта часть оказалась мертвой. И только там где. А это же этот самый черешня. Нежная. Южная. И только с самой земли. Где под снегом. А снега было вот столько всего. Под снегом отсиделись. Спаслись от мороза. Ростовые ветки. Получилась кустовидная форма. Это делает природа. Она знает. А когда идиотизм заключается в том. Чтобы все это отрезать. 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 И здесь делать то. Что почти наверняка замерзнет. Вот яркий пример. Еще раз. Природа заставляет нас. Шевелить мозгами. Кустовидная форма. Основа северного садоводства. Вот запишите где-нибудь. Кустовидная форма. Я не говорю куст. Нет. Я говорю. Можно даже по другим словам подобрать. Чтобы не придираться. Полу кустовидная форма. Может быть так. Еще может прекрасно расти и вверх. Не получилось. Не надо. Все равно самый жив. А вот это вот. Я говорю. Вот это ужас этот. Который. Я сейчас не знаю. Где хозяйка этого. Этого самого. Фотографии мне прислали. Да. Это было на рынке. Вот так. Человек брал. Раз. Раз. Продавец. Вот так подло все отрезал. И вручил гордо. Понимаете. То есть они считают. Что они знают. А сам продавец. Он перехубщик. Он тоже никогда не выращивал. Иначе он знал. Что он погубил садов. Вот. Вот. Просто я к тому говорю. Что. Вы там упомянули. Как его там прятать. Спасти. Уже. Не калечия. Мы уже. Шансы увеличили. Уже увеличили. Вот мой сад. Видите. Мы разве можем погубить. Такое дело. Вот это. Выше решение. Круг. Чернобаев. Ленин Дмитриевич. Взял. Как мог. Укутал. А вот так сделал. А потом еще и запутал его. Это так сказать. В процессе приготовления. А вот это. Вот он делал капитально. Это те самые. Мои два садовца. Первые. Которые попали к нему. Он им отнесся. Величайшие заботы. И они потом дали ему. Уже после этого. На пятый год. Каждый дал больше тысячи плодов. Маленькие сады. Все такие. Вот всего. Больше тысячи. Ну правда мелких очень. Вот. Но мы оба гордились этим. Я тем, что садился морей. А он тем, что он их спас от мороза. Вот. И умудрился получить сумасшедший урожай. Вот. Вот вам еще один пример укрытия. Вот эту фотографию кто-то прислал. Смотрите. Любуйтесь. Делайте выводы. Вот еще. Из этой самой. Помните вы про радиацию говорили. Я ничего не утверждаю. Вот это. Возможно латинковать. Ну то есть я не говорю. Или кто-то из моих друзей. То есть он придумал так, чтобы. Вроде бы он расти должен вверх. Но лучше пусть растет вот так. А это как бы специальное приспособление. Потому что вот здесь справа. Уровень земли выше, чем слева. Кто-то дает возможность ему сделать вот такую форму. А это моя фотография. Значит когда-то я напуганный тем все-таки персик есть персик. Согласитесь. Вот. Я умудрялся персики еще отрезать на то, чтобы. Может быть для питомники надо было кормиться. Я персики уже продавал, поливая их на абрикосы. Вот видите. Отрезаны вот. Вот. А чтобы он до конца не погиб. Я использовал стекло ткань. Вот она. Но внимание. Вот второй снимок. Это тоже стекло ткань. Вот. Это уже был учебный снимок. Я никогда не укутывал яблони. Я просто взял. Нарезал леночкой. Взял. Замотал. Фотографировал. И сказал. А я уже печатал статьи. Вот. А в основном, ну знаете, что такое. Красноярск печатает статьи. Читали. Темирова, Красноярск, Курск. Вот в этих пределах. Ледяная зима. Я говорил так. Раз мы используем стекло ткань. Советую стекло ткань. А с защитой от мыши раз. Не надо белить от солнечной радиации два. И утепление три. И сделал этот снимок. Вот. И вот однажды. Казалось бы. Ну. Ну как сказать. У меня не было сомнений. Что. Может не возьмет зубами. И однажды. А я же никогда. Не такой уж экстремист. Я получаю вот эту фотографию. И меня человек говорит. Вот стекло ткань. Вот спрятал. Посмотрите, что мыши с ней сделали. То есть. В принципе. Защита есть. Рабатывает. Но можно быть и такой. У меня больше всего. У него значит. Нагадать с одного рода. Секло ткань съели. А штамп не тронули. А это фотографии просто. Мои наблюдения. У меня таких фотографий сотни. Вот. Всегда вокруг. Даже вокруг. Просто в открытой палке. Получается вот такая вот. Воронка. А это защищает штамп от выплевания. Вот. А нас заставляют еще садить в ямку. Помните, я уже показывал. Наше время истекает, друзья. Время истекло. Два часа прошло. Вот это вот говорит о том, что даже без холма. Даже просто. То есть. С той дамой мы поговорили. Ну, то есть как. Она спрашивает. Как укутать. Как отрадиаться. Как спасти. Есть вещи основополагающие. Вначале холм. Потому что. Видите, что делается. Когда много сырости. Сгнивает даже яблони. Им и так трудно. Смотрите. Здесь хирургический шок. Место прививки. Оно намного слабее. На тот же самый мороз. На тот же самый сыр. Особенно сырость. Вот. И получается, что это место отгнивает даже у яблони. Если бы она была и семечка. Она была бы жива. А привитая вот здесь сгнила. И никуда от этого не дется. Поэтому посадка на холм основополагающая. Вот. Остальное приложится. Ну, еще вот эту фотографию. Вы поняли, да? Не повезло это. Это в лесу. Не повезло этому дереву. Оказаться в сыром месте. Она начала гонить. Вот и все. А дальше это и это самое. На то и Дарвин. На то и. Тут уж Дарвин. Да куда деться-то? Склоняя в голову. Хотя не он придумал. И эти самые. От этой самой землеройки. Как она там. Этой мышке. Получился человек. Вот такие выжиганы. Да? За 60 миллионов рублей. глупости не существенные. А что касается, значит, самой последовательного развития, проб, ошибок, замерзания. В общем, все, что мы называем дарвинизмом, имеет место быть. Вот здесь вот она, допустим, сгниет да гниет. Заменится другим деревом. Вот. Может быть, она, какие-то плоды будут. Может быть. Я не знаю, что это за дерево. Просто использую фотографию. Вот. А у плодовое рассыпление свойств. Упало. Три ростка пошло. Освободилось место. Потом смотришь, один остался, а у него основание штамба покрепче. Вот. Это называется. Ну, вы меня поняли. Значит, в природе идет свое, все идет своим чередом. А мы, не зная вот этого, вот это создаем в саду. Не обязательно у нас покрывается грибами. У нас грибы специфические у яблони-груш. Потом эти грибы типа трутовика называют порогами. Начинается их вырезать. Вот. Еще больше глупости делать. Вместо того, чтобы посадить не в ямку, а посадить на холм. Вот это я и хотел сказать. Эволюция, это процесс медленный. Нам у нас нет миллионов лет. Понимаете, у нас нет миллионов лет на эволюции. Давайте сразу. Мы знаем, что взрослое дерево растет на холме. Давайте сразу посадим на холм. Потому что миллионы лет они бывают так, что или она дает за счет укропления корней, она поднимается над уровнем почвы, или сгнивает вот как здесь. Нет у нас миллиона лет. Вот. Сейчас время вышло, а я не могу успокоиться. Вот та самая. Живица. В природе она называется живица. Вот. Которая требуется вырезать вместе с этим самым, с мясом. И назвать это болезнью. Я просто лишний раз. Просто лишний раз. Агросимфон. Это мои фотографии используют. Мои фотографии используют. Все мошенники страны используют. Гигантская афера. Но вроде по-сорвенному. Это знак глобальной проверки. Если бы кто-то дал команду ФАС, чтобы вот это вот, чтобы вот это вот прекратить. Вот опять мои фотографии. Вот. Видели? Вот. Опять мою фотографию. Видели? Гигантская афера. Нам доверяют тысячи садоводов. Мошенники. Холловидные деревья. Ни одного нет на планете торгуют. Как можно торговать? Есть такое понятие продавцем воздухом. Воздух можно надуть в какой-то шар и продавать воздух. Дух это воздух родины. Ну, как продавать то, чего нет на планете? А? Как? Вот моя фотография. Вот моя фотография. Вот. И так сотни, сотни. Вот моя фотография. Саженцы. Мой. Вот моя фотография. По цене стакана водки. А фотография моя. А фотография моя. Советы Агронаву. Купи это, 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 все это купи. Вершина подлости. Видите? Грушка. Вот с пятнышком. Она. Это же. Она. Еще раз. Она. Взяли вот такой фрагмент. Развернули. Второй фрагмент. Третий. Саженец готов. Вот. Нарисуем, будем жить. Что нам стоит, саженец построить. Нарисовали. Все. А я в этом написал. Это фото для абитуриентов, поступающих в Агронавузе. Вот как учить надо. Все, друзья. Я даже боюсь смотреть, что там дальше. Вот. Ой. Что такое настоящий, реальный сад. Ну, давайте. Будем и так, лишь их 8 минут поговорили. Сейчас мы делаем 5 минутный перерыв. Но перед этим я вас отправляю там, где у нас вопросы и ответы. Редактор субтитров. Академия.